Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья канала Андрохакер. Сегодня я вам хочу рассказать, где происходит тотальная слежка на вашем телефоне. Точнее, где она спряталась, эта тотальная слежка. Многие могут замечать то, что когда вы печатаете такое какое-то сообщение, вот кому-то, да, вот это вот, смотрите, вот вы абсолютно любо что там печатаете, печатаете, печатаете. И вот эта настройка отправляет вашим разработчикам абсолютно все, что вы печатаете вот в данную минуту. То ли это будут обычные сообщения, которые я только что показал, то ли это будут какие-то мессенджеры, телеграм, вайберы, ватсапы и так дальше. Или даже будут банковские приложения, когда вы общаетесь с техподдержкой, вот именно это. Чтобы этого не было, я сейчас вам покажу всего-навсего один пункт, который за это все отвечает. Но вы пока подпишитесь, поставьте этому видео лайк и расскажите друзьям. А я показываю, где его нужно найти и отключить. Заходим в настроечки на своем телефоне. И сразу же здесь воспользуемся поиском. Так как у многих сейчас будут разные бренды телефонов. Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi. И не у всех будет возможность их найти. Так вот, заходим в поиски. Здесь пишем вот так вот просто-напросто язык. Вот так вот пишем язык. И нас интересует второй пункт, который называется язык и ввод. Заходим в язык и ввод. Здесь у нас вот такая вот огромная настройка. И здесь нам нужно найти пункт управления клавиатурами. У многих здесь будут разные клавиатуры, потому что каждый привык пользоваться разной клавиатурой. Я пользуюсь Gboard. Если вы другой клавиатурой, то нажимайте на тот пункт и выключайте у вас настройку. Я пользуюсь Gboard. Вот захожу сюда, сразу у нас вот такая вот настройка будет. И здесь мы, когда спустимся вниз, у нас будет пункт дополнительно. Нажимаем дополнительно. И здесь вот в дополнительно нам нужно, смотрите, что отключить. Отправлять статистику. Автоматически отправлять в Google статистику использования приложений. Этот пункт отключаем. Показывать значок приложений. Этот пункт можно не трогать. Персонализация. Настраивать Gboard с учетом данных о текстовом голосовом вводе о характере использования приложений. То есть, как видите, и голосовой ввод, и текстовый будет все разработчикам отправляться. Улучшать ввод для всех пользователей. Gboard сохраняет данные об использовании приложений, чтобы улучшить его работу. Если вы разрешите, Gboard будет применять эти улучшения для обновления голосовых и текстовых сервисов в Google. Это не повлияет на обработку, расшифровку и голоса аудитории. Вот эти вот три пункта. Раз, два, три. Нужно отключить, и все у вас будет хорошо. Надеюсь, видео станет вам полезным. Вы его оцените своим мощным лайком. Подпишитесь на мой канал. И, конечно же, вам видео, как мне, было полезным. До скорого. Всем пока.